Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрик». Меня зовут Роман Дусенко, и я с огромным удовольствием сегодня нахожусь в студии со своим гостем. Он представляет свой гость Владимир Озеров, генеральный директор ГЕД в России. Володя, доброе утро. Доброе утро, Роман. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо тебе большое, что ты собрался и пришел к нам. Я вчера разговаривал с твоим пиар-менеджером, и она говорит, он вообще никуда не ходит, не хочет никому ходить, ничего не рассказывает. Почему ты принял решение прийти к нам сюда, в «Медиаметрикс»? Ну, вспоминая обстоятельства нашего с тобой знакомства. Мы познакомились на конференции, и одна из немногих конференций, к которой я хожу. Поскольку мы там с тобой пересеклись, я думаю, было бы неправильно, если бы я отказался от твоего приглашения прийти. Слушай, а почему вот эта конференция, оттуда ты ходишь? Ты для себя что-то там как-то нашел в ней? Или почему тебе это нравится? Вообще, я к конференции, хожу на конференцию на одну. Всего? Не знаю, будет ли это воспринято как реклама или нет, можно сказать, какая? Конференция «Генеральный директор». Скажу почему. Это как некая отчетная для меня конференция, для себя самого в первую очередь. Вот знаешь, как бывает, вот год находишься, работаешь, что-то там анализируешь, и если ты знаешь, что раз в год ты должен это себе в первую очередь и со всеми поделиться, то это тебя мотивирует как-то вот систематизировать то, что ты видишь каждый день. Для меня это возможность для себя самого в первую очередь систематизировать то, что я вижу. Володь, а вот интересно очень, а ты в течение года как-то накапливаешь этот материал, куда-то записываешь или просто вот живешь, 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 а потом садишься и вспоминаешь? Скорее второе. Живу, живу, живу. Какие-то интересные случаи, конечно, делаю заметки, но скорее вот то, что ты говоришь. Ты знаешь, я тебе уже сказал, что я часто занимаюсь с первыми лицами разного рода, ну там, коучингом, бизнес-коучингом, и в одно из таких упражнений я рекомендую делать, записывать главную мысль дня. Надо продержаться 21 день. Ну, практически никто не взялся, я сам много раз пытался и все время срываешься, но ты знаешь, интересная вещь, когда ты в конце дня садишься и вспоминаешь, что же было главным за день, оно тебя очень, ну, как-то сильно дисциплинирует. Расскажи, пожалуйста, вот историю, как вот сформировался вот этот замечательный топ-менеджер Владимир Озеров, откуда ты к нам пришел из своего прошлого? Это интересная история, ну, насчет замечательного, я думаю, что это вот там некий кредит доверия с твоей стороны, очень хотелось бы ему соответствовать, но у меня было 4 жизни, сейчас вот четвертая. Ты знаешь, мультик 9, жизни кота. Да-да-да, но это получилось интересно. Я учился в техническом вузе, МФТИ, и… Ты сам из Москвы? Я не из Москвы, я из Пскова, переехал сюда учиться в МФТИ. Сейчас уже здесь все время живешь, да? Ну да, здесь осел. Семья, да. И у меня технический вуз был, все вокруг занимались программированием, я тоже был период, когда я работал программистом, технический специалист, потом понял, что это не мое. А как ты понял? Понял в процессе работы. Ты пошел работать программистом? Я пошел работать с программистом, мне было интересно, когда надо было что-то придумать, а потом, когда наступал период избавления от багов, вот уже прогонка, вычищение кода, мне это сейчас было жутко неинтересно, вот не знаю. Сохранился ли эта черта, вот если пробросить, ты креатор, создатель, а вот оперейшн такой, чтобы был фантастический, это уже не очень… Или все-таки поменялся? Сейчас расскажу, мне в бизнесе это интересно как раз, и то, и то. А там мне это было неинтересно, некая техническая штука, которую просто надо делать. Я от этого отошел, потом продавать пытался, и IT-решения, и там курсы для института продавал, курсы продавал. То есть ты стоял за прилавком, ну грубо говоря. Ну не прилавок, это были все-таки корпоративные продажи. Прямые звонки тоже, да? По школам было вообще интересно, ходил по школам, продавал. А ты не испытывал дискомфорта в продаже? У меня была мотивация, мне нужны были деньги. Деньги, да. Поэтому дискомфорт и все прочее на тот момент было вот… Это туда все. Это все было туда, да. Отлично. Это была первая жизнь. А потом я просто понял в один момент, что я хочу больше бизнеса, меньше хочу вот развиваться. А как, вот почему такое осознание пришло? Не знаю, честный ответ не знаю. Хотелось бы в ответ тебе сказать что-то умное, но вот правда не знаю. Ты читал много, не читал, не интересовался, как ты вот развивался тогда в той молодой жизни? Читал, но больше читал техническую литературу. Ведь знаешь, я почему так задаю этот аспект. Я тебе сказал сегодня утром, что я преподавал карьерную стратегию для студентов. И знаешь, обидно было, что они многие хотели поменять свою профессию. И они часто задают… Мне очень часто, я после конференции все время получаю от студентов, от молодых людей, а что делать сейчас, что делать сейчас? Дай вот какой-нибудь совет туда сбросить. Извини, что я буду тебе все время советы спрашивать. Вот когда ты был молодым и каким ты стал сейчас, на что бы ты, агрегировав свой опыт, как бы ты практически рекомендовал? Что бы ты рекомендовал молодежи сейчас? Ты сказал, когда ты был молодым. Я себя сейчас считаю молодым. Я тоже, я тоже, я тоже, да. Ну, я что могу сказать? Вот когда я исходил из одной жизни в другую, у меня было такое ощущение, что вот там, как же так, вот вроде как все было про это, а теперь я вот куда-то ныряю в новую историю. Был какой-то элемент, что как-то тяжело. Но, с другой стороны, я сейчас не жалею о том, что у меня было эти четыре жизни. И, ну, совет, который я сам себе давал, и который поможет, не поможет, не знаю, мне кажется, что надо просто делать то, что ты чувствуешь правильно делать, если ты внутри. Ты внутри все равно знаешь, что ты хочешь. И вот идти против своего внутреннего голоса, это неправильно. То есть чувствовать и делать. Да. Даже если это сейчас не несет, не сулит тебе какой-то явной прибыли. Интересная штука. Как бы на уровне разума, на уровне разума, можно себя в чем угодно убедить, но все равно глубоко внутри себя ты знаешь, что тебе надо. А ты сейчас испытываешь это состояние, когда ты принимаешь какое-то не очень правильное решение, внутренний дискомфорт? Да, есть такое. Ты откатываешься потом назад? У меня есть несколько историй, когда я не послушал внутренний голос, и сейчас уже понимаю, что это было неправильно. И были случаи, ну, более многочисленные, когда, ну, как, может быть, это против разума, против, там, моего внутреннего, там, эго, да, там, что вот столько лет учился. Ну, да, зачастую самое хорошее решение, они должны, ты должен быть с ними комфортен. Не должно быть чувства внутреннего дискомфорта. Супер. Вторая жизнь какая? Вторая жизнь – это консультант. Тоже на правах хорошее. Консультант про что? Про что? Почему? Есть такая замечательная компания, Strategy Partners, тогда она называлась «Стратегика». Русский McKinsey, если угодно. И я там отработал два года, это для меня было как альтернатива MBA. Мне жутко не мотивилось. Джуниор начал, наверное, да? Да, начал с джуниор-аналитика, то есть все, как вот эти вот, самого, что называется, самая начальная позиция. Не хотел учиться, не хотел MBA. Вот, не знаю, почему так. Может, потому что до этого много учился. Поэтому вторая жизнь была про консультирование, про то, что… Интересные кейсы были какие-то? Были интересные кейсы. Были кейсы, после которых там финансовый директор уволился, послушав там рекомендации. Тоже там не хочется уходить в детали. Почему, собственно, я вот из этой жизни решил вынырнуть в третью жизнь? Мне не очень вот внутренне нравится история, когда ты там 2-3 месяца что-то копаешь, а потом, как только ты начал разбираться, залез уже глубоко, и тебе стали понятны какие-то глубинные штуки, тебе надо переключаться на новый проект. Вот мне эта история, она там не нравилась. Все нравилось, это интересно, это круто, драйвово, ты постоянно что-то новое знаешь, но не хватало вот этой глубины погружения. То есть тебя как будто подсекли и вытащили, да? Да, сделали проект, деньги заработали, клиент получил рекомендацию, дальше он ее может… И все, дальше вакуум. Он может внедрить, может не внедрить. Мне вот эта история, она, ну, внутренне, она меня немножко, ну, скажем так, демотивировала. И поэтому случилась третья жизнь. Четвертая. Четвертая, да. Хорошо, дальше. Ну, следующая жизнь по счету. То есть студент. А, да, третья, все правильно, третья. Третья жизнь. Фонд. Фонд прямых инвестиций, все верно. И, собственно, как фонд возник, тоже… В чем принципиально была разница? Ты говоришь, там тебя выдернули, а здесь ты вот доводишь до конца уже решение. Да, потому что фонд инвестирует свои деньги, и результат – это прибыль на вложенные инвестиции. Ты положил миллион долларов, должен достать… Вы прям активно в менеджменте этих компаний принимаете участие, то есть в плагинах? И это ты уже переходишь в четвертой жизни. А-а-а. Сейчас поговорим про четвертую. Значит, почему переключение произошло? Там есть глубина, там нет скакания, два-три месяца новый проект, там нужно доводить дело, что называется, до конца, ну, как говорится, до выхода, до экзита. Вот причина, почему я туда пошел. Как раз получил то, что не хватало. При этом, ну, что стало понятно с течением времени? В России фонд зачастую инвестирует деньги уже в работающий механизм, то есть фонд в каком-то смысле как банк. Задача вложить деньги в то, что, ну, скажу опять-таки, простите, коллеги, бывшие по цеху, ну, скажу, наверное, такую крамольную штуку. Фонд как банк, он инвестирует в те компании, которым деньги не нужны. В которых все хорошо? В которых все хорошо, потому что, ну, у фонда, понятно, у него портфель, у него много компаний, если он будет в каждой компании копаться, ковыряться там с операционкой, с менеджментом, он может тянуть 2-3 компании, так, по-серьезному. Поэтому, естественно, задачка отобрать то, что уже работает, ну, это, кстати, очень непросто, то есть это нельзя сказать, что там работы нету. И, конечно же, деньги, они помогают, потому что работающая машинка, это не означает, что ей не нужен бензин. Да, ну, условно, фонд не будет инвестировать деньги в машину, которая где-то надо что-то заменить. Условно. Да, там не то, что сломно, там вот… Или в аварийном состоянии. Да, стучит немножко движок, что-то надо там подкрутить. Вот фонд в это не лезет. А мне это как раз было и это интересно. И это как раз… Опять вроде ты зашел, вроде то, а чуть-чуть не то. Да, но здесь прошло уже больше времени. Если я в консалте, я был 2 года, а в фонде я был 7 лет. И вот это ощущение, что я хочу что-то вот чинить в машинке, залезать в машинку, оно появилось где-то на 4-м году. То есть первые 3 года там было вообще вот все круто, хорошо, там дикое удовольствие и фан. А потом был просто эпизод, когда я поработал какое-то время как антикризисный, скажем так, управляющий в одной компании портфельной. И я понял просто, что мне это интересно. То есть будет чуть-чуть реальной жизни, да? Примерно чуть меньше года. Я вот осознал, мне это интересно, я это хочу. И таким образом я понял, что мне нужна следующая жизнь. Вот так я оказался, что называется, по ту сторону баррикад, по ту сторону борда. Слушай, я как коуч часто задаю своим клиентам такое вот упражнение. Мы садимся, и чтобы человека там эмоционально поддержать, поднять или помочь ему увидеть свои сильные, славые стороны, я предлагаю, давайте сделаем упражнение «Моя жизнь». Вот я, по сути, уже за тебя его нарисовал. Вот это у меня ось абцисс, это время. А это у меня ось, знаешь, я бы так сказал, счастья. То есть вот когда, давай вот эти четыре жизни по уровню вот этой шкалы раскидаем. Какой уровень счастья у тебя было из них у всех вот на сегодняшний? Вот так вот, когда ты был студентом, какой это был уровень от нуля до ста? Я, ну, затрудняюсь, наверное, градацию, я могу тебе нарисовать тенденцию. Давай, вот у тебя ручка, да. Уровень счастья, он, я бы так сказал. Я тебе сейчас дам внести. Ну, я бы так сказал, что вот если условно эти четыре жизни отобразить, вот первая жизнь, я бы так сказал, такой некий линейный рост, потому что после школы, здравствуй, свобода, институт, все, потом некоторая была стагнация, вот, перед, ну, вот, когда у меня уже было понимание, что я не технический ни разу специалист, а потом, когда я перешел в следующую жизнь, пошел опять резкий рост. Потом была опять небольшая вот такая стагнация, вот, потом опять, то есть это была такая некая пила. Вот, единственное, что после фонда, наверное, вот у меня период перехода в новую жизнь немножко затянулся, может быть, поэтому просадка была чуть поглубже. Ну, и вот тут опять. Ты сейчас здесь, да? Да. Да, смотри. То есть тренд, тренд вот похож на… Я тебе это подарю. Хорошо. Я всегда это делаю. Посиди вечером, подумай, что тебе помогало вот отсюда, вот сюда, вот твои самые важные ключевые вещи, которые вытаскивают тебя, и они тебе очень клево откроют. Хорошо. Итак, мы сегодня в ГЭТ. Что такое ГЭТ? И почему ты тут, как ты вообще туда попал? ГЭТ – это реальная жизнь. Это реальная жизнь. Real life. Real life во всех смыслах. Одно дело, когда ты со стороны фонда смотришь на финансовые отчеты, сидишь там на борде и слушаешь доклад менеджмента, это одно. А когда ты во все это погружаешься, вот это, это реальная жизнь. Сколько лет уже? Получается больше двух лет. Больше двух лет. Я могу даже дату сказать, когда я пришел в ГЭТ, потому что для меня каждый день в ГЭТ – это как один к пяти идет. Я пришел в конце марта, если не ошибаюсь, 25-го. 25-го. То есть это идет третий год? 25-го марта 2016-го года. 17-й, третий год. Да, получается так. Вот для генерального директора компании в России, как ты считаешь, просто пока без ГЭТа, любой генеральный директор, приходящий в ГЭТ, два года – это уже в нашем турбулентном рынке серьезный срок? Сложно сказать. Ну, лично для меня да, потому что, еще раз, у меня вот с точки зрения концентрации опыта, с точки зрения того, что я получаю и, надеюсь, отдаю взамен, у меня идет внутренняя пропорция. Ну, вот один к пяти, наверное, это перебор, но один к трем точно. То есть ты прежний, вот если, ну, допустим, представим, не хотелось бы в духовности, в духовной практике, но, допустим, некое ментальное тело такое, да, мы это назовем, назовем это менеджерский практический опыт. То есть ты физически остался прежним, а вот эта твоя внутренняя надстройка, она за эти два года стала там в пять раз больше, по сути, да? Я бы даже сказал, что и внутренняя моя… И внутренний ты вырос. Я уже, ну, я поменялся. Ты другой. По крайней мере, я так себя воспринимаю. А что это значит для человека, вот чувствовать, что я поменялся? Начнем с того, что я пришел туда, куда хотел. Я хотел реальной жизни. Тебя брал на работу основатель? Да. Что, было собеседование? Конечно. Ну, и как ты там, ну, чего тебя спрашивают? Более того, было не одно собеседование, все было очень серьезно, несмотря на то, что мы давно были знакомы, все было очень серьезно, очень по-взрослому. Ты переживал, что могут нельзя? Ну, переживал, наверное, неправильное слово. Ну, какой-то волновался немного, да, все равно? У меня почему-то была внутренняя уверенность… Что будет все хорошо. У меня была внутренняя уверенность с момента знакомства с Дэйвом. Ага. У меня была внутренняя уверенность, что рано или поздно мы будем работать вместе. Слушай, а какой вопрос был самый интересный в собеседовании? Самый интересный? Ну, я не могу как-то вот этот вопрос конкретный вспомнить. Скорее, мне интересно было другое, что реально было копание. Вот одно там из интервью длилось больше двух часов. Ого. Было реальное копание. Я почувствовал, как будто меня там… Препарируют. Препарируют, раскладывают вот на кусочки. И… Ну, мне не было при этом дискомфортно. То есть, тебе было… Ты был открыт этому. Это важно, да? Я был готов, мне было хорошо. Потому что… Можно я опять тебя заверну на практический кейс? Если человек действительно верит в себя и хочет занять позицию, дай вот этот вот… Конвертни это в совет. Если это ваше, оно у вас никуда не уйдет. Вы это получите. Если вы будете при этом волноваться, то, ну, просто вы, как сказать… Во-первых, это означает, что, скорее всего, вы где-то глубоко не до конца в это верите. Возможно, вам это не надо. То есть, волнение – это повод подумать, а вообще вам это надо или нет. Супер. И, знаешь, я это называю, как… Есть Лейден Кристенсен. У него есть прекрасная книжка, называется «Стратегия жизни». Это профессор Стэнфордского университета. И он пишет, зачастую кандидаты, имеющие крылья, не всегда умеют летать. Спросите кандидата, может ли он на самом деле летать с теми крыльями, которые у него есть. Наверное, вот такая раз это и было. Ты помнишь первый день? Да, помню прекрасно. Как он прошел? Он был очень интересный, потому что это как раз был день, когда мы переезжали в новый офис. И я могу сейчас с гордостью говорить, что я еще там застал старый офис. И, ну, я это делаю оправданно, то есть заслуженно. Ну, я вот попал как раз в тот день, когда на следующий день уже был переезд. Команда тебя встретила, шарики, там, я не знаю, там, аплодисменты, что-то. Ну, что, как было? Нет, никаких шариков. Была боевая суровая обстановка, как должно быть. Конечно же, было знакомство. Первый день я, естественно, мало что вообще понял, что там происходит. И кто вообще все эти люди. Можно я выдерну из контекста нашей программы, как мы с тобой проговаривали, очень важный момент. Это просто очень совпадает. Ты сказал, что у тебя есть такие кейсы хитростей. Да. Вот про менеджерс, ты говоришь, большинство людей, приходя в первый день на работу, начинают мучать своих подчиненных. Спрашивают, так, что ты делаешь, что ты делаешь, чтобы разобраться. А хороший менеджер спрашивает, чем можешь помочь. Как ты начал свою работу? Ты то и то делал или как-то? Вот, спасибо, что ты мне напомнил, потому что первый день как раз-таки действительно, конечно, я ознакомился с людьми, с которыми предстоит работать. И старался вот у них интересоваться, что у них вообще происходит, что им мешает жить. Открывались люди сразу? Нет. Ну, понятно, что ты какой-то незнакомый товарищ, тебя там привели. Тем более, я, конечно же, меня собеседовал, ну, менеджмент, да, там, глобальный менеджмент. Извини, а до этого был директор? Я пришел туда, на позицию операционного директора, генеральным стал не сразу. А был генеральный вообще? Конечно. А, то есть там был какой-то генеральный? Конечно, все понятно. И действительно, вот первая неделя это была попытка разобраться, что у людей болит, чего их волнует и чем можно помочь. Отсюда именно вышел, наверное, вот этот твой постулат, помогите людям, да? Да, ну, он сам как-то собой родился, что работает, что не работает. Поэтому, да, может быть, первая неделя ушло на то, чтобы понять, у кого какие проблемы, у кого что болит. Там реально на то, чтобы помочь, ушло больше времени, потому что пока там понял, как вообще все это работает, ну, конечно, это время. Класс. Что такое Get Сейчас? Так, как хотя бы, чтобы люди все понимали, о чем мы вообще говорим. Get Taxi. Почему-то у меня ребенок говорит, Get Taxi. Да, старое название, старое название. У нас помимо такси есть еще доставка. Сколько процентов это вот сегодня? Это много, мало вообще? Тренд растущий, не растущий? Это диверсификация. Доставка интересный бизнес, очень интересное направление. Новое, да? Да, да, то есть фишка этой доставки в том, что доставка происходит очень быстро, сильно быстрее того, к чему привыкли люди, поэтому зачастую… Это значит, я могу посмотреть, слушай, я ключи забыл там у жены, да, вызывают такси, мне привозят. Конечно. Класс. И вот тоже, это интересный момент, люди действительно используют доставку, зачастую вот таким вот образом. Сами немножко… У меня много, у меня родители живут в Балашке, туда-сюда, чтобы к ним что-то приехать, привезти, ну, это просто ужас. А когда же мы с детьми приезжаем? Жена иногда забывает какую-то важную вещь, а меня отправляют туда ехать. Я думаю, господи, ну, как сделать так, чтобы ты сама приехала? Это возможно. Класс. Окей, итак, ГЭТ – это некий бизнес, который сегодня живет в России. Много ли сегодня регионов вы покрываете? Достаточно много. В принципе, все ключевые города, где мы должны быть, мы находимся. Тренд, ну, все, то есть, Россия, в принципе, скоро должна, ну, как бы, видеть ГЭТ достаточно чаще на улице. Я смотрю сейчас очень много брендированных машин, это тоже вот новый тренд. Ну, брендированные машины – это не изобретение этого года, в общем-то, они давно существовали. Это хороший способ, хороший способ повысить узнавать узнаваемости. Отлично. Теперь, как всегда, я переходим в такую уже, знаешь, серьезную нашу тему, связанную, что такое все-таки бизнес и культура. Я, посвятив многое, и, собственно, наша программа, она посвящена про повышение эффективности людьми. Хотелось бы вот понять, вот где у тебя сейчас, как у генерального директора ГЭТ в России и вообще у ГЭТа в России, вот это вот, знаешь, неосязаемое состояние, миссия, ценности, вот эта корпоративная культура, как это все сегодня существует, что это из себя представляет, и вот есть ли вообще ценности в компании, там, и как они вообще звучат, например? Ценности есть, это очень важно. Более того, важно, чтобы ценности были не просто написаны где-то на бумаге, а чтобы действительно это было частью жизни, люди это должны разделять, и это очень хороший механизм отбирать правильных людей. Ты проводишь собеседную? Конечно. А на какой позиции? Ну, зачастую это происходит на, это позиции, люди, которые будут со мной работать, но выборочно я также собеседую ключевых людей, необязательно числа тех, которые будут работать со мной. Давай немного докрутим эту тему. Вот ты говорил про ценности. Могу я спросить, какие ценности в компании? И вот, чтобы нам это всем стало было понятно, я как раз их зафиксирую тебе. Конечно, есть четыре ценности. Я расшифрую немножко, что они означают. Первая ценность – это Be Pro. Будь профессионалом. Тут, мне кажется, все должно быть понятно. Если ты делаешь свое дело, ты должен делать его хорошо. Второе – это Stay Humble. Будь скромным. Скромность расшифровывается в данном случае. То есть у вас нет корпоративных автомобилей, секретарей, золотых карточек для походов по обедам в дорогих ресторанах? Ну да, все эти излишества, все эти излишества стараемся, ну, конечно же, там, где по работе это надо, оно возникает. Понтов нет, короче. Понтов нету. Если понты нужны для дела, там же не проблема. Но если это просто вот хочу, там, на уровне эго, то вот… Это не наша компания. Не наша. Отлично. Humbleness скорее больше про то, что то, что мы делаем и те результаты, которые мы делаем, это результат командной работы. То есть всегда полезно исходить из того, что это не твоя личная заслуга, это работа команды. То есть это не команда звезд, а звездная команда, как сказал мне один спикер здесь. Да, именно так. Это должна быть звездная команда. Супер. Третье. Be positive. Это что значит? Это не про широкую голливудскую улыбку. Это про то, что жизнь состоит из разных периодов. Бывает, что-то мы делаем хорошо, бывает, что-то делаем не очень. И важно при этом сохранять правильное отношение, правильное отношение к происходящему. К жизни. К жизни, к происходящему. А вы помогаете людям вот научиться такими быть? Сейчас четвертую назовем. А, все, давай. И про уже вот учиться, не учиться. Четвертое – это get things done. То есть про то, что дело должно делаться. То есть можно быть профессионалом, можно быть очень позитивным, очень скромным, но при этом у тебя почему-то всегда куча отговорок, почему это не сделано. Вот все классно, но без четвертой штуки работать ничего не будет. Хорошо. По поводу ценностей можно ли научить, нельзя научить, вопрос дискуссионный, я могу только свою личную позицию сказать. Давай. Я считаю, что ценности – это то, чему нет смысла учить, они либо есть, либо нет. И более того, это то, что нужно на этапе еще собеседования четко очень понимать. Поэтому я думаю, что правильно просто с открытыми картами пройти. Смотри, вот вдруг мы живем вот так, вот у нас такие ценности, мы их понимаем вот так. И просто посмотреть, соответствуют ли эти ценности тому, что вот нужно этому человеку. Если есть соответствие, все классно, дальше можно разговаривать. Если соответствия нету, я думаю, что опять-таки моя личная позиция – надо просто идти разными дорогами. Копну глубже, именно поэтому ты и спросил. А я тебе уже говорил, что я достаточно глубоко занимаюсь вопросом ценностного управления, внедрения в компанию управления по ценностям, ну и вообще, как бы, коучинг выстроен на отношении ценностей. Вот ты говоришь, ты проводишь собеседование. И на этапе собеседования пытаешься понять, учувствовать, унюхать, да, как бы, ведь ценности – это такая штука, никто не знает, где они расположены, как говорит Татьяна Черниговская. Вы, говорит, что думаете, когда мозг разрежете? Если вы там увидите, сознание подписано, подсознание – нет, там этого нет, оно где-то, да. И вот каким образом на собеседовании, вот, может быть, даже давай сразу конвертнём это в практический совет, ведь каждый из нас глубоко понимает свои ценности. И принимая на работу человека, хотелось бы, чтобы он был тебе созвучен, да. Вот каким образом ты, выявляя ценности, мог бы ты это сформулировать в виде совета? Очень сложная тема, в качестве какого-то одного универсального правила. Дай несколько, ну просто взгляд. Или просто расскажи какое-нибудь собеседование. Ну, из таких вот наблюдений, самое, наверное, простое – это просто обозначить ценности, которые у нас работают, и просто посмотреть, как человек на это реагирует. А может человек что-то не понимает? Он может не понимать, и тогда, и поэтому важно потратить время, чтобы объяснить, вот, что мы в это вкладываем. Ну, пример приведу. Например, вот, stay positive, да, там, be positive, можно там транслировать, как «ходи, улыбайся». И если человек действительно не понял, и он думает, что мы здесь все ходим, ходим, улыбаемся, он сам по натуре не такой, то ему будет некомфортно. Интроверт на этом. Конечно же, и это будет давить на весь дальнейший разговор, потому что у него будет картинка, что тебе надо всегда улыбаться. Ходить улыбаться. Он будет пытаться улыбаться даже на разговоре, и это у него будет, как сказать, блокировать все остальное. Это неправильно. Поэтому, конечно, важно объяснить. Первый этап – это понимание. А дальше, если человек все понимает, все понимает, и вы уже начинаете, там, говорить про него, про его ценности, ну, стараться ловить на уровне, там, между строк читать. Вот бывает как, человек очень, у него есть мотивация, он хочет сюда попасть, там, бренд хороший, там, у него жизненная ситуация, ему там нужна работа, что угодно. И, конечно же, эта мотивация будет давить, он будет, ну, может быть, как-то вот стараться подгонять. Но задачка-то, там, ваша – понять, прочитать между строк, вот, что называется, ну, в конце концов, там, тоже немножко прозвучит грубовато, в конечном счете, я верю, не верю. А вот, хорошо, это круто. На входе, а бывали ли у тебя случаи, что уже человек работает внутри компании, и ты понимаешь, что он на самом деле не соответствует и не хочет соответствовать ценности? Конечно. Что было дальше? Это, это, это ошибка, это значит, ошиблись на входе, не досмотрели, в первую очередь, вот, это ошибка. И, если есть несоответствие по ценностям, ну, опять-таки, могу сказать свою позицию, ну, моя личная позиция, что, если есть несоответствие по ценностям, ну, надо расходиться. Конечно. Ну, это вот как в любых отношениях, если вот вы хотите разного, ну, вот, зачем мучиться, да? Класс. Сейчас, вернемся к твоей интересной теме, которая ты мне сказала, что у тебя раз в год проходит такая, значит, некая отчетная конференция. Давай сделаем мини-выпуск отчетной конференции в оставшиеся 20 минут у нас на нашем эфире. И вот расскажи мне, пожалуйста, что за этот год ты привнес для себя, что в области менеджмента ты понял, и вот сколько таких шагов мы успеем проговорить, и давай по ним пройдемся. Понял много, это, скорее, не то, что за последний год, а вот как-то накопилось, накопилось, накопилось. Я действительно вот в качестве такой отчетной конференции недавно ходил на генерального директора. Видел. Ну, вот там мы с тобой и познакомились. И, собственно, какая картинка? Вот важно, что мы делаем, да? И это довольно легко можно написать. Мы собираем гоночные машины, там, и бессмысленно звать человека, который там увлечен скрипками, например. Возвращаемся к предыдущему, это как раз собеседование по ценностям. Это собеседование, тут я бы сказал, все-таки, ценности, это, мне кажется, все-таки ближе ко второй части. Хорошо, то здесь тогда собеседование по интересам. По интересам, что хочу. Ну, понятно, ценности тоже затрагиваются в том смысле, что если там человек, не знаю, он там хочет заниматься чем-то, что противоречит нашим ценностям, такой, ну, тоже, наверное, бывает, да, там, да, наверное, есть еще и по первой части. Слушай, а ты не встречал людей, которым трудно сформулировать, что они на самом деле любят? Что они хотят, это повальная проблема. Удивительная вещь, да? Удивительная вещь. Мы в детстве все, кого не спроси, кем ты хочешь стать, я хочу космонавтом, офицером, верно. А почему-то ближе к тридцатке, даже, я бы сказал, к двадцатке люди уже... Теряют это все? Теряют. И процент, процент людей, которые четко знают, что они хотят, но на самом-то деле он еще маленький. Слушай, удивительная вещь, причем я, ну, общаюсь много с разного рода руководителями, говорю, так, вот вам задание, пять минут в день мечтать. И через какое-то время, знаешь, начинаются проблески, вот на самом деле просто в лоб спросить, а еще, знаешь, классное упражнение, говорю, так, давайте напишем список, чего вы хотите, сто пунктов. Как ты думаешь, вот, средний, твой прогноз, сколько люди в основном пишут пунктов? Хотелось, просто, чего ты хочешь в своей жизни сделать? Поесть, посетить, вот сколько? Меньше десяти. Двадцать максимум. Вот удивительная вещь, почему? Ну, у меня есть своя теория, она немножко расходится с тем, о чем мы говорим. Если коротко, я думаю, что просто вот это детское желание, хотение, которое есть у нас от рождения, оно забивается социумом, воспитанием, образованием, родителями зачастую. Это именно у нас в стране или в мире вообще? Не могу сказать по поводу всего мира. А ты встречал где-то людей, которые явно понимают в других странах, что они хотят? Такие люди есть и у нас, такие люди есть и в других странах. То есть, это не страновой период, не национальный? Я не могу ответить на этот вопрос, у меня просто выборка, большая часть, вот, по России, я бы сказал. Но такая проблема есть. Я бы сейчас не стал говорить, там, она наша, не наша, она существует. В целом есть. Окей, итак, первый пункт, который бы ты хотел сказать нам, что нужно человеку совпасть по желаниям. Да, что он хочет, если мы говорим про велосипед, а он говорит про скрипки, нам не по пути. Это важно, но это… У нас в гараже будут сидеть велосипеды, а у него будут сидеть скрипки. Именно так, именно так. И он будет все равно хотеть к велосипеду приделать скрипку. То есть, как тот, там, студент, который выучил один билет, говорит, а вот если была бы шерсть, там водились блохи, да. И вот он будет постоянно в свою сторону. Зачем? И его мучить, и себя мучить не нужно. А второй момент очень важный, о чем, там, хотелось немножко прошифровать, это как мы это делаем. И вот как оно зачастую важнее, важнее, что мы делаем. Потому что что это точка, а как это путь. Можно я тебя на секунду верну в первое? Вот мы когда утром с тобой обсуждали, вот ты сказал очень важную, мне кажется, фундаментальную фразу. Дело, которое хочешь делать. Да. Это вот, ну, я говорил тебе, что нас смотрят по всей стране, ну, и вот предприниматели в разных городах, где там ГЭТ, где моя компания. Но компания, я считаю, ты можешь не согласиться, но это все-таки люди. Не важно, какая компания, если человек один, значит, компания одна, там, приходит другой человек, другая компания. Вот человеку, занимающимся бизнесом, или человеку, работающему по найму, вот этот вопрос, или вот твой постулат, я считаю, что он фундаментом выбитым быть, не знаю, везде, в институтах всех. Вы сюда пришли учиться, чтобы делать дело, которое вы любите. Если нет, уходите. Не теряйте ни свое время, ни чужой. Вот можно на секунду вернуть сюда? Вот как ты к этому пришел? Почему ты считаешь, что это архиважно для самого человека? Ну, это не я пришел. Это, в общем-то, мне кажется, то, что все-все мы все равно понимаем про себя. Да, что надо делать, то, что тебе именно нравится делать, то, что ты хочешь. У тебя получалось это в процессе работы. Ты делал, понимал, нравится, не нравится, и шел дальше, чтобы найти, и пришел к своему пути. Вот есть у тебя такие твои близкие, знакомые, которые делали-делали, но не нашли до сих пор, и ищут? Много примеров, очень много примеров, и я не считаю, что это проблема. Более того, я не считаю, что у каждого человека есть какое-то дело его жизни. В принципе, я не думаю, что это проблема, когда мы в течение одной жизни проживаем много мини-жизней. То есть, наоборот, их проживаете? Вот если в моменте тебе кажется, что это твое, ну, надо это делать. Если завтра ты понял, что тебе надо в другую жизнь, надо идти в другую жизнь. А вот когда ты все время в сомнениях, что делать, блин, да ладно, не буду, да вроде там у меня и тут хорошо. Вот этот внутренний компромисс с самим собой, или нет, предательство своих целей ради компромисса, вот это как ты считаешь, это опасно? Это в краткосрочном периоде, понятно, бывает необходимо зачастую, да, потому что, ну, хотя бы разобраться пока, ну, вот это вот минутное что-то там, или это вот действительно все там, надо переходить в другую жизнь. А в долгосрочном периоде, если это долго мариновать, конечно, это опасно. Это, в первую очередь, себя разрушает. Ты знаешь, я тебе рассказывал, что я делал программу «Бизнес-завтрак» в офлайне, и у меня был в гостях Олег Туманов, основатель ivi.ru. Он прекрасный человек, мы с ним поддерживаем отношения. Он недавно книгу издал «Путь к себе», очень хорошая, глубокая книга. Но вот он мне что сказал в конце, надо жизни идти и следовать дорогой своего сердца. Но иногда, когда мы это не слышим, мы можем, как бы нам кажется, всю жизнь идти правильным путем, но оказаться в неправильном месте. Вот такие глубокие слова. Спасибо тебе, что мы так коснулись, но на мой момент, мне показалось, это важно. Итак, второй вопрос, как туда идти? Вот что за путь? Как туда идем, это как раз в большей степени про ценности. Можно идти по-разному. Можно делать гоночные машины на конвейере, можно их собирать в гараже, можно их, не знаю, там, допечатать на 3D-принтере, условно, да. И как это то, что большую часть времени, собственно, и занимает. Это очень важная история. Что зачастую можно довольно быстро договориться и понять. Как? О чем вообще важно? Вот о чем ты сейчас нам говоришь, чтобы человек понял. Вот что такое «как» с точки зрения своих внутренних желаний? Насколько мне комфортно? Вот может быть пример. Я делаю то, что я хочу делать, но при этом я нахожусь в таком месте, где тоже это делают, но при этом делаем так, что я чувствую себя некомфортно. Я чувствую, что меня тут выжимают, и вообще, там, условно, я через год уже, мне нужен там длительный отпуск, чтобы восстанавливаться. Выгорание. Наверное, здесь как раз причины выгорания, стратегическая усталость. Да, может быть и так. Ну, думаю, что зачастую это сочетание, и что, и как. Вот поэтому, конечно же, очень важно, чтобы среда, где ты находишься, была тебе комфортна. И как раз-таки про среду тут, ну, вот у меня есть некоторые интересные, мне кажется, наблюдения, да, то, что, по крайней мере, я для себя вытащил вот на эту отчетную вот дату, да, там, постарался как-то сформулировать. Давай, давай, отлично. Тоже такой важный момент, что у каждого свои, свои какие-то маленькие хитрости. Моя вот первая хитрость, она звучит так. Чит-коды такие. Ну, да, там, моя первая хитрость звучит так. Give and take, то есть, бери, давай. Могу пример вот привести. Что это значит, да? Вот мы говорили с тобой про первый день на работе, да, там, типичная ситуация, там, вы приходите на работу, у вас новые, новая команда, вас никто не знает, вы никого не знаете. Что обычно делает руководитель? Он берет людей, либо их на совещание, либо одного за другим и рассказывает, чем ты занимаешься, пытается таким образом очень быстро вникнуть, матчасть изучить, понять, как дела обстоят. Ну, при этом, что зачастую происходит? Люди, они что видят? Пришел начальник, он что-то требует, а у них там есть текущая работа, текущие проблемы. Им нужно и, там, поговорить здесь, и при этом, чтобы дела делались. Поэтому какой тут может быть альтернативный подход? Вместо здрасте спросите у людей, слушай, чем тебе помочь-то вообще? Потому что вот вы пришли, до этого как-то колесики крутились, ничего без вас не падало, и если вы завтра уйдете, тоже ничего не упадет. Да? Там, звучит немножко плохо. Плохо для эго, но это правда, да, то есть без начальника колесики будут крутиться. Крутиться, да, без исполнителей не будут крутиться. Да, какое-то время, конечно же, в долгосрочной перспективе, если нет руководителя, там они будут медленнее-медленнее. Но, тем не менее, в моменте ничего, мир на землю не обрушится. Не обрушится. Небо на землю не обрушится. Поэтому вопрос, чем помочь, и искреннее желание помочь, и потом реализация этой помощи. Во-первых, люди немножко не привыкли к такому поведению, уже возникнет… Интерес, по крайней мере. Интерес, по крайней мере, да, интерес. А главное, если вы действительно решите эти проблемы, то действительно поможете. Что возникнет у человека с нормальной психикой, если вы ему помогли? Доверие. В нормальных отношениях. Первое, желание сделать то же самое, что хорошее. Правильно, во-первых, доверие, а второе, желание отплатить добром за добро. И вот после этого момента у вас появляется моральное право что-то требовать взамен. Класс. Вот, то есть, эта штука, она зачастую, она работает хорошо, когда нет взаимоотношений начальник-подчиненный, там надо договариваться очень плохо. То есть, бери, когда ты только… То есть, давай, бери, давай. Должен быть баланс. Да. Это не про то, чтобы считать, я на 10% больше дал, чем он, но это про то, что… Все равно каждый человек внутри этот баланс понимает. Вот если взять нерабочие отношения, любые другие взаимоотношения. Все знают четко, то либо тебе додали, либо тебя отжали, там все остальное. Именно так. Да, еще какие хитрости? Второй момент – это про информацию. Я считаю, что она должна… То есть, информация должна ходить свободно. Есть такой тонкий момент, что вот чего боятся зачастую? Информация уйдет на сторону, конкуренты узнают. Конфиденциальность какая-то. Да, конфиденциальность как-то это может навредить. Да, это так, такой риск существует. Но риск того, что мы эту информацию не даем, с моей точки зрения, значительно больше. Если люди не понимают контекста, не понимают, что происходит вокруг, у них… Ну, вот они как солдаты сидят в своих окопах, у них сектор обстрела там полтора на полтора. Да, они не понимают, что происходит сбоку, с правом, с левом. То есть, нужен такой хеликоптер-вью. Правильно, и тогда этим хеликоптером-вью мы себя обкрадываем. То есть, у нас все истории на тему, а что же в целом картинка, какой у нас костюм. То есть, я отвечаю за рукав, а я за пуговицу. А кто за костюм? За костюм в компании будет отвечать несколько человек. Те, кто видят общую картинку, у кого эта информация есть. И мы таким образом сами себя обкрадываем. Потому что интеллектуально-то люди все одинаковые. То есть, неважно кто-то начальник, подчиненный. С точки зрения ментальных способностей. То есть, открытость информации – это залог успеха руководства и создания вот этой атмосферы, среды. Не претендую на истину в последней инстанции. Мне кажется, что да. Супер. Еще? Третий важный момент – это правило такое. Прав тот, кто прав. Оно, собственно, вот логично следует из пункта номер два, из информации. Начальники, как правило, видят широкую картинку, а решение зачастую – это интеграция по частям. То есть, надо собрать из маленьких кубиков общую картинку. И вот эти маленькие кубики, они зачастую, степень понимания кубиков, оно чем выше, тем меньше. Так должно быть. Поэтому важно, чтобы на этапе принятия решений в этот процесс могли вносить вклад люди, которые хорошо понимают эти кубики. Хорошее решение может прийти откуда угодно. С точки зрения мозгов мы все одинаковы. Вообще полезно исходить с того, что мы не Стивы Джобса. Что мы… Если вы в компании самый умный человек, у вас проблема. То есть, солдаты стреляют хуже вас, вы самый великий снайпер, и вы при этом еще командуете отрядом. Вопрос. Что-то здесь не так. Значит, плохую работу сделал, чтобы подготовить своих солдат. Поэтому интеллектуально все равны, хорошая идея может прийти откуда угодно, и в конечном счете неважно, откуда она пришла. Ты знаешь, я послушай, сейчас вот мне какая в голову мысль пришла. Я чуть-чуть раз верну твой вот этот постулат. Ведь если ты говоришь, что хорошая идея может прийти откуда угодно, а руководитель – это такое существо, которому в целом, особенно мы говорим про высших руководителей, ему достаточно трудно найти себе определенный круг общения. И ты же мне, по-моему, сказал, что руководитель – существо одинокое. Точно. И вполне возможно, что такой кейс, который бы ты мог обсудить в комфортной обстановке с некими другими руководителями, которые явно тебе не конкуренты, которые не хотят тебя подсидеть, а которые хотят искренне тебе высказать какой-то свой опыт, мне кажется, было бы очень интересно. Ты в точку говоришь, как раз вчера был такой интересный разговор на эту тему. Да, есть такая проблема, и я думаю, что она довольно массовая. По крайней мере, возникла гипотеза, что она довольно массовая. Давай решим. А, слушай, давай, у меня, например, пятница утра с 9 до 10, я готов это время зарезервировать. Создадим еще один бизнес-завтрак. Не проблема. Да, то есть, если кто-то, уважаемые радиослушатели, если кто-то поддерживает нашу идею и готов встречаться с нами абсолютно для того, чтобы просто поговорить, пообщаться, послушать друг друга с точки зрения своих менеджмент-скиллс. Мне кажется, это прекрасная идея для того, чтобы замутить новое сообщество. Хорошая идея. Посмотрим на то, какой будет на эту идею отклик. Ну, ты тогда сделаешь какой-нибудь, может, анонс у себя в сети Facebook, а мы все подпишемся и послушаем, посмотрим, и тогда поддерживаемся. И, соответственно, со своей стороны я тоже готов принять активное участие, но уезжая на лето и присоединюсь к тебе уже в процессе, там, наверное, либо коротких приездов, или осенью. Смотри, мы с тобой вот отлично проговорили, и я бы хотел, чтобы ты подвел некий итог сегодняшней программы. Все-таки вот генеральный директор – это что за птица, что за зверь? И вот какими вот такими важными из всего того, что ты сказал, это должно быть такими крупными мазками, чтобы люди, слушающие нас, могли себя соотнести, посмотреть, оценить и что-то продвинуться в своем саморазвитии? Глобальный вопрос. А давай, что, рискнем, мы с тобой замахиваемся на такие темы. Давай попробуем. Я сейчас так вижу картинку, что задачка генерального директора – это две вещи. Первая – это создать условия для того, чтобы компания как организм вырабатывала и реализовывала лучшие решения. Причем, чтобы этот организм работал в таком режиме долгосрочно, в долгую. Надолго. Надолго. В долгую, да. Ну и второе – это, то есть первая часть – это, ну, условно, создание нормальной внутренней среды, чтобы были подготовлены подразделения. А второе – это, конечно, правильный сектор обстрела обозначить. То есть мы воюем с этими, не воюем с теми. Это тоже как бы важно. У тебя военные ассоциации, а почему они у тебя, откуда из жизни? Просто люблю военную историю, вижу много параллелей с бизнесом, ну и, в общем-то, все лучшие наработки, все лучшее, оно идет оттуда. Клаузевиц, да, история стратегии и войны. Окей, слушай, было очень интересно, очень классно, подведу короткие итоги, как я их услышал. Итак, друзья, сегодня Владимир Озеров, генеральный директор ГЭТ России, со мной поделился своими сокровенными наработками, идеями. По сути, мы повторили такой, репит сделали, отчетные конференции за год. Первое – я хотел поговорить про человека. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь сегодня требует изменений, ныряй в другую. Находи возможности, чувствуй, честно задавай себе вопросы и как бы действуй. Действуй, иди туда, куда ты должен прийти, потому что сожаления о том, что ты не сделал, наверное, более больные, чем желание сделать. Потому что, как ты правильно сказал, в краткосрочной перспективе можно согласиться и остаться. А в долгосрочной все-таки надо попробовать, и ты там, если ты не сделаешь, приведешь к другим результатам. Определись свои ценности. Любой человек, приходя в компанию, а задай себе вопрос, соответствуют ли твои ценности в компании. Если ты генеральный директор, если вы собственник, то вы свои ценности расскажите людям. Они должны реально знать, почему вы испытываете либо дискомфорт, либо, наоборот, вы счастливы. Ведь ценности, они на самом деле формируют две модели поведения. Желание еще раз попробовать или, наоборот, избегание. Поэтому нужно честно задавать вопросы людям, которые приходят на собеседование, спрашивать их и подбирать ту команду, которая нужна. Самый главный вопрос, который человек должен отдать себе, а что он делает? Насколько дело, которое ты хочешь делать, это то дело, которое ты делал сейчас? А потом ответить на вопрос, как? Искать в себе практические инструменты, внедрять их и делиться им, быть открытым, помогать людям и общаться с другими руководителями. Вот классная какая для меня сложилась история. Ты знаешь, я вообще считаю, что каждое мое интервью для меня лично, это как такой отдельный кейс, отдельный курс Executive MBA. В оставшиеся там три минуты я бы хотел задать тебе личный вопрос. Вот что для тебя является секретом твоего личного успеха как руководителя и как человека? показателем, наверное, успеха, да, вот что является, вот что сигнализирует, что ты делаешь эту работу хорошо. У меня вот один критерий. Если я вижу, что люди вокруг, кто со мной работает, что у них все хорошо, они хотят, у них горят глаза, и настрой, драйв, вот их прям прет, значит, я все делаю правильно. Если даже есть высокие результаты, но при этом это делается за счет того, что люди уже все, ну да, это хорошее, вот может быть, в моменте, но это значит, что что-то я делаю не так. Что топливом для тебя является, твоей жизненной силой? Как ни странно, вот как раз, когда я это вижу, то есть, когда я вижу, что у людей все хорошо, у них горят глаза, и они делают результаты, то есть, когда происходят и результаты, и горение глаз, ну, я понимаю, что я, наверное, не зря живу. Хорошо, но ты все говоришь про работу, а топливо еще какое-то есть у тебя, которое помогает тебе чувствовать себя полноценным на 360 градусов человеком? Есть, но оно такое очень странное. Ну, я вот люблю, очень люблю выходные, за город уезжать, и физическая работа, ну, такое странное увлечение. Дачник, ты дачник. Дрова люблю колоть, признаюсь. Как Адриан Челентано, да, дает линоград. Владимир, большое тебе спасибо, было очень интересно, я надеюсь, что мы, давай раз в год встречаться, и это у нас будет таким, знаешь, хорошим, интересным кейсом, мы будем смотреть, что произошло за год, мне будет очень интересно смотреть и показывать эту динамику твоего, ну, как бы, от этих отчетных твоих конференций, и мы будем друг друга в этом смысле обогащать, точно так же, как и всех наших слушателей. Большое спасибо. Уважаемые радиослушатели, это был Владимир Озеров, генеральный директор ГЭТ в России, и Роман Дусенко, автор и ведущий программы «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». Большое спасибо, и до новых встреч, пока. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok